добрый день друзья я рада приветствовать всех кому интересна тема письменной речи того как она развивается у наших детей как можно научиться писать и читать также легко как мы учимся говорить и слышать сегодня мы начинаем цикл добрый день друзья сегодня мы начинаем цикл наших лекций это открытые лекции не можно присоединиться по ходу их можно смотреть записи но конечно когда вы смотрите прямую трансляцию у вас есть большой бонус можете задавать вопросы и реагировать прямо непосредственно по ходу работы вот поэтому я буду периодически делать паузу на то чтобы прочитать ваши вопросы и комментарии в чате чтобы на них отреагировать ну а основное конечно можно смотреть и потом их записи если появится такое желание и так что это такое что это за цикл сейчас немножечко я об этом расскажу так секунду мне нужно открыть экран и что-то у меня не хочет открывать экран а вот нашла кнопочка переместилась и так и так значит эти лекции у нас проходят в рамках такого большого проекта который международный институт мотессори педагогики проводил совместно с фондом президентских грантов то есть этот проект был поддержан фондом президентских грантов и мы исследовали то как развивается речь письменная в мотессори методе средств и мотессори метода но в проекте участвовали и не только мотессори площадки но и группы детского сада совершенно обычные ну вот и собственно мы тестировали комплект материалов которые можно использовать в этих целях и нам было важно понять работают как работают эти материалы насколько эффективно но и конечно же важно чтобы эти материалы становились доступными да то есть по результатам проекта наши материалы будут переданы на тиражирование в издательство народное образование они станут доступны достаточно по цене и я рассчитываю что не появится и в продаже но по большей части вот все то что мы сейчас будем обсуждать это доступно и для домашнего использования да то есть можно своими руками сделать какие-то несложные вещи которые помогут вашим детям научиться писать и читать цикл открытых лекций он двигается как бы состоит из определенного количества да то есть у нас восемь лекций вот вы видите на их на экране содержание этого цикла и эти восемь лекций будут проходить по вторникам и кроме одного там до 1 четверг мы пропустим вот здесь есть расписание и они останутся потом в доступе на ютюбе но и кроме того поскольку многие участники выразили такое желание хотя это не было изначально запланировано то есть для тех кого такое желание есть в конце мы сделаем тест по материалам этих этого цикла и те кто успешно с этим тестом справиться смогут получить электронный сертификат участие в этом открытом цикле я думаю что может кому-то этот сертификат окажется и полезен но и сегодня соответственно наша тема это введение в проблему письменной речи то есть мы в принципе поговорим о том что же такое письмо и чтение действительно ли мы умеем писать и читать в чем здесь сложности где они кроются но и как нам собственных письмо и чтению подойти если вы увидели то конкретные механизмы да то есть буквально за следующей лекцией мы начнем уже говорить просто о конкретных упражнениях конкретно материалах которые нужно использовать для того чтобы ребенок начал писать и читать легко и просто ну и я кстати хочу сказать что материалы и работа рассчитана детей в первую очередь от 3 до 6 лет ну и конечно начальную школу тоже да то есть там достаточно много таких вещей которые начальной школе тоже могут использоваться могут быть полезны и я не оговорилась да потому что я все время вроде бы сторонницы было того что не надо спешить с письмом да дайте ребенку нормально пожить и что для того чтобы письменно речь заработала ребенок должен быть готов и готов совершенно других видах деятельности мы сегодня об этом тоже буду с вами разговаривать и тем не менее это не быстрый процесс и начал его должно быть именно в этом возрасте 3 ну три с половиной года и как показывает наш проект вот тот проект который длился в течение этого чем два года именно раннее начало но еще грамотное начало да то есть не форсирование этой письменной речи приводит к тому что дети занимаются с огромным удовольствием и они достаточно рано начинают писать и читать и дело даже не в том что рано у нас не было цель начать это раньше чем обычно у нас была цель помочь детям освоить реальную письменную речь они понимали что они пишут читают чтобы им было это интересно и оказывается да это лучше начинать с 3 4 лет чем с 6 7 ну и так вернуть вопросу который является вопросом сегодняшней лекции что такое письмо и чтение действительно ли умеем мы умеем читать и писать ну да два слова о себе да я учитель международного института мотессури педагогики мотессури педагог с 30-летним стажем на работал с детьми и дошкольниками и школьниками и уже много-много лет учу педагогов мотессури педагогов по всей россии и наблюдаю работу разных мотессури групп являюсь супервизором очень многих мотессури групп поэтому действительно могу видеть как происходит этот процесс в чем его сложности в чем подводные камни вот это мы с вами и обсудим ну и так письменная речь для многих родителей да и для многих педагогов письмо и чтение это достаточно такие формально я бы сказала процесс да я даже говорил с одним специалистом когда мы только начинали тему письменной речи когда что такое письмо научиться но нужно научиться писать крючки и овалы больше ничего не надо с точки зрения формального выражения да действительно чтобы научиться писать нужно научиться писать крючки и овалы больше ничего не надо но по сути-то письменная речь гораздо более серьезная история да это действительно выражение своих мыслей на письме и посмотрите какое количество наших детей умеет писать формально они списывают что-то за нас учебника Они выполняют упражнения, они могут написать диктант какой-то. Но как только речь доходит до выражения собственных мыслей, вот тут становится все очень трудно. И мысли не формулируются, на бумагу как-то не ложатся. То есть письменная речь, оказывается, ее и нету, несмотря на то, что есть письмо. То же самое можно сказать с чтением. То есть ребенок может прочитать, он озвучивает то, что написано на страничке, и он вроде бы даже более-менее бегло и более-менее правильно это озвучивает, но у него нет никакого понимания того, что он прочитал. Он читает по буквам, он говорит слух, но понять, что он прочитал. Я часто привожу примеры в своих лекциях. У коллеги дочка читала книжка с картинками, она читает грузовик. И мама спрашивает, что ты прочитала? Она говорит, машина. То есть она не услышала вообще, что она прочитала. Она просто отреагировала на картинку. Но это просто начальный этап чтения. Но ведь дальше-то сложнее. И читать приходится уже не только отдельные слова, но и предложения, и тексты. А там есть связь между словами, там есть какой-то смысл, идея. И понять ее, оказывается, не так-то просто. И, собственно, почему очень многие дети читать не любят в итоге? Да, именно потому, что они читают формально, не понимая того, что читают, и в итоге не получая удовольствия от прочитанного. То есть какая-то работа производится, а чего ради, да, если я не умею, не понимаю, да, что делать с тем, что я прочитал? Как мне это обдумать? Как мне это осмыслить? Куда мне это вообще к своей жизни приложить? То есть прочитать же не просто озвучить написанное, это как-то над этим поразмышлять, это как-то сделать это своим, да, вступить в диалог с писателем. Ну, с тем, кто написал. Не обязательно это прям писатель и писатель, это может быть приятель, который написал тебе записку, но тем не менее, да, это все равно определенного рода диалог. И вот это и важно в письменной речи. И для того, чтобы это стало возможным, мы должны очень хорошо понять, как постепенно, из чего, за счет чего формируется письменная речь. Какие для этого необходимые условия, каковы механизмы функционирования письменной речи, ну и, конечно, разобраться с возрастом, на каком этапе, в каком возрасте ребенка возникают те или иные задачи, те или иные возможности, которые вот таким образом здесь будут действовать, да, которые будут работать, ну, если мы их вовремя запустим. Ну, и так, первый тезис. Письменная речь начинается с устной речи. То есть, если мне не о чем разговаривать, если я не умею вступать в диалог, если я не умею пользоваться своей собственной устной речью, зачем мне письменная, собственно, правда? Да, это, наверное, какой-то первый этап, да, устная речь, и даже неважно, будет она высказана вслух, или это будет мысленный проговор, есть люди, которые много-много чего там говорят себе в уме, да, необязательно вступая в диалог с собеседниками. Но, тем не менее, это устная речь, ненаписанная, и любая письменная речь должна начинаться с устной, с того, что мы учимся использовать ее на практике, да. Что такое устная речь? Когда мы говорим про устную речь, мы чаще всего говорим про то, что речь – это общение. И это совершенно справедливо, потому что речь, она, ну, и вырастает из общения, используется в общении, формируется в общении во многом, да. Поэтому, действительно, общение – это главная и первая функция речи, о которой мы вспоминаем, когда о ней говорим или думаем, да. Причем общение – это такая многосторонняя тоже вещь, в нее входит много разных сторон, направлений, что ли, да. То есть, с одной стороны, это передача информации, вернее, даже так, не передача, а обмен. Потому что я передаю, и я получаю взамен. Я кому-то что-то сказала, я от кого-то что-то услышала, и то, и другое – это устная речь, это обмен информацией, да. То есть, мне могут рассказать, что нужно делать, куда там идти, или где что находится, или поделиться какими-то событиями. Ну, собственно, я тоже могу об этом рассказать, что у меня в жизни происходит, что мне интересно, да. И это будет обмен информацией. Вторая функция, вторая сторона общения – это взаимодействие, организация взаимодействия. Если мы делаем что-то вместе, нам точно придется договариваться. Что делаю я, что делаешь ты, каким образом мы это делаем, кто что на себя берет, и так далее, и так далее, да. А вообще, что мы хотим в итоге сделать, да, каким должен быть результат, как мы его видим, договорились ли мы об этом. То есть, в процессе взаимодействия тоже происходит общение, и наоборот, чтобы взаимодействовать, вообще людям надо общаться. Это важная сторона. И еще одна очень важная сторона – это установление отношений, взаимопонимания. Это не то же самое, что обмен информации. Я не просто рассказываю о себе, я такой-то, такой-то, я там работаю там-то, делаю то-то. Это, нет, это совершенно другая история. Это история про то, что нам важно понимать, что за человек с нами рядом, что ему по жизни интересно, что он ценит. Интересны ли ему те же самые, там, знаю, фильмы и книги, которые мы читаем и смотрим. Как он отреагирует на какое-то событие в окружающей жизни, да. То есть, это и обмен эмоциями, это обмен отношениями, да, и выстраивание, вот это принятие-непринятие. Люблю, ценю, понимаю, или мне с этим человеком не очень комфортно. Это ведь тоже во многом происходит через речь. И здесь возникает вот такая интересная штучка, да. С одной стороны, да, для всего этого человеку нужна речь. Но посмотрите, животные общаются друг с другом, они как-то передают друг другу информацию, они организуют взаимодействие, они очень часто так здорово там и охотятся стаями, да, а как распределяются функции там в муравейнике, это вообще потрясающая вещь. Они как-то друг друга понимают, да, кот прогоняет чужого кота со своей территории, и тому понятно, что нужно вообще как-то убраться отсюда, да, они выстраивают иерархию какой-то взаимоотношений своих, и при этом речи у них нет. То есть оказывается, что как раз общение, это такая история, которая может и без речи происходить, да, наверное, скажу так, без нашей привычной речи, словесной, да, то есть жесты, позы, мимика, не знаю, что-то еще, да, буквально там какой-то химизм этих реакций, да, то есть как у тех же муравьев, например. То есть есть и другие средства, да, вот такого общения между собой, но у человека, конечно же, общение происходит по-другому, да, в общении появляется речь, и оно выходит на совершенно другой уровень. Но что еще важнее, что благодаря речи развиваются другие процессы, и они видоизменяются, то есть благодаря тому, что у человека появляется внятная речь, словесная речь, у него меняются все буквально психические процессы, то есть они все теперь речь в той или иной мире используют. И в первую очередь, конечно же, очень здорово меняется мышление, то есть появляется совершенно новый вид мышления, логическое мышление, понятийное мышление, рассуждение. То есть мыслит и маленький ребенок, который не умеет пока говорить, конечно, у него он уже мыслит, но это мышление наглядно действенное, да, наглядно образное. А вот мыслить в понятиях можно тогда, когда понятия появились, когда мы можем, допустим, сказать, не знаю, что произойдет, например, да, если у моего стула сломаются ножки, например, да, откуда я знаю, что произойдет? У моего стула, вот у этого, на котором я сижу сейчас, ножки никогда не ломались. А что произойдет, если они сломаются? Откуда я это знаю? Не из опыта, еще раз, опыта такого нет, этот стул у меня целый, его ножки всегда были в порядке, да, откуда тогда? А из рассуждения, да, то есть из тех понятий, которые действительно сформировались из опыта, но сейчас я рассуждаю благодаря тем понятиям, которые у меня есть, о силе тяжести, да, о свойствах тех самых ножек, об особенностях вот такого предмета, как стул, да, и для этого у меня должны быть понятия, с помощью которых эти рассуждения у меня там в голове прокручиваются. Ну, это простое рассуждение, бывают эти более сложные, в которых действительно очень многое зависит от того, какими понятиями мы владеем и какого качества у нас сформировались эти самые понятия. Ну, и еще одна функция речи тоже очень важна, это произвольность. Я уже сказала, что когда появляется речь, меняются все психические процессы, и одно из изменений, которое возникает, это появление произвольности, да, то есть человек начинает управлять своими психическими процессами. Ну, скажем, если маленький ребенок обращает внимание только на то, что привлекает его внимание, яркая, броская, там, не знаю, мелькает, громко гремит, там, или еще что-то, то более взрослый человек, он может удерживать свое внимание даже на том, что само по себе не является очень привлекательным, но оно важно для меня, да, оно значимо, и вот даже несмотря на то, что я, там, не знаю, устала или хотела поспать, там, или какие-то другие у меня дела есть, но я буду уделять внимание тому процессу, который в данный момент для меня наиболее важен, то есть я выстраиваю приоритеты и сознательно делаю усилия. То же самое можно сказать, например, про память, да, и опять маленькие дети запоминают то, что запомнилось само, а мы с вами начинаем запоминать целенаправленно, да, то есть мы прилагаем усилия к тому, чтобы запомнить, да, пользуемся там определенными приемами, способами и так далее. То есть мы начинаем управлять и своим поведением, и своим психическим процессом. И у детей в возрасте около трех лет это бывает очень хорошо заметно, да, когда они начинают сопровождать свои действия речью никому не обращенной, она называет эгоцентрическая речь, эгоцентрическая, то есть речь направлена на самого себя. То есть я говорю непонятно кому, для чего вот я сопровождаю свои действия словами. Вот сидит ребенок, там что-то рисует, калякает, да, и говорит, вот тут сейчас упал, ой, бух, трах, ой, туда пошел, а сейчас я вот делаю вот это, то есть или по стройках та же самая история бывает. То есть ребенок как бы сначала сопровождает, но он начинает чуть-чуть задвигать вперед. Он как бы начинает планировать, он сначала придумывает в голове, что сделать, и может это озвучить, и только потом делает. И это чрезвычайно важный этап, да, когда наше поведение становится произвольным, то есть происходит из воли, а не само собой случается. Когда у меня есть какой-то разумный посыл, когда у меня есть идея, когда у меня есть цель, и я поэтому делаю, а не просто потому, что у меня там какой-то импульс возник, и моя там левая пятка чего-то такого захотела. То есть вот эта произвольность, она тоже делает нас в значительной мере людьми, и происходит это благодаря речи, именно благодаря речи. Вот. Но я сейчас ненадолго остановлюсь в экран, потому что иначе я не увижу того, что мне пишут в Ютьюбе, а мне хотелось бы очень посмотреть, да, есть ли там какие-то комментарии, есть ли там какие-то вопросы. Так, ну комментариев и вопросов я пока не увидела. Ну хорошо, я вернусь обратно сейчас к нашей лекции. Просто если будут появляться вопросы и комментарии, пожалуйста, пишите. Я буду вот так периодически прерываться, потому что я не могу одновременно показывать презентацию и смотреть ваши вопросы и комментарии. Поэтому я буду прерываться и к ним приходить. Итак, возвращаюсь к демонстрации презентации и к нашей лекции. Физиологические механизмы формирования речи. Мы сейчас поговорим о них очень коротко, просто для того, чтобы как-то войти в эту тему. По нейрофизиологии устной и письменной речи у нас будет с вами отдельная лекция. Ее проведет наш замечательный психолог с большой как раз нейрофизиологической, нейропсихологической подготовкой Лена Сергеевна Баканова. Но это будет ближе к концу нашего цикла. Поэтому сейчас очень коротко о том, как же формируется речь. На основании чего? Какие механизмы работают? Ну, во-первых, когда мы говорим про устную речь, то есть врожденные рефлексы, с которыми рождается любой ребенок. И любой ребенок практически с рождения начинает произносить самые разные звуки. И это стремление, еще раз повторюсь, врожденное. И он может произносить очень разные звуки, независимо от того, какой язык является его родным языком. Практически любые звуки любых языков ребенок станет произносить при рождении. Ну, не сразу при рождении, а там через какое-то время, постепенно. Вы знаете, что и родной язык не все звуки формируются быстро. Есть сложные для произнесения звуки. Но еще один рефлекс – это звукоподражание. То есть ребенок начинает выделять из всех звуков, которые он слышит вокруг, звуки речи. И это потрясающе. Каких только звуков нет вокруг. И там вода в кране капает, лампа шумит, машина там под окном проехала, часы там начинают тикать или там отбивать время. Но ведь ребенок выделяет именно человеческую речь. И происходит это благодаря тому, что с самого рождения ребенок нацелен на взрослого человека. Вот эта вещь, которую взрослым никак нельзя недооценивать. Главная задача ребенка, пока он растет, стать взрослым. И поэтому дети очень старательно подражают нам. Они подражают нам во всем. Они как бы впитывают все то, что делаем мы. Они берут с нас образец. Это очень важно помнить. Мы к этому сегодня еще не раз будем возвращаться. И вот даже маленький ребенок, буквально вот новорожденный, он готов подражать артикуляции взрослого человека, который находится рядом с ним. То есть он смотрит на лицо взрослого, он начинает как-то подражать. Это совершенно неосознно происходит. Но чем дальше, тем заметнее эта история. И ребенок действительно готов к контакту со взрослым. Обычно порядка двух месяцев бывает возраст. Называется комплекс оживления. Когда ребенок очень активно, эмоционально, двигательно реагирует на появление взрослого человека. И вот тут происходит этот основной контакт, когда ребенок подражает нашей артикуляции. Он устанавливает связь между звуком и артикуляцией. Он начинает произносить звуки. Чуть позже формируется связь между образом и словом, когда появляются слова. А то, что мы называем дикториумом, это более сложное явление. Это связи между словами, предложением, чтобы понять смысл предложения. Какие-то мысли в тексте, которые могут быть вообще словами не выражены, они тоже начинают пониматься чуть позже. И это более сложные процессы. И задействованы гораздо больше участков мозга в том числе. Но если мы говорим о таком явлении, как сензитивный период развития речи, мы в Сори очень много об этом говорили. То есть периоды, когда ребенок особенно чувствителен к тому, что происходит вокруг него. Почему это происходит? Потому что именно в эти моменты у ребенка формируются те или иные участки мозга. И они тоже созревают. А в процессе созревания эти нервные клетки начинают устанавливать активные связи с другими клетками. И это процесс очень важный. Потому что именно благодаря связям, нейронным связям, мы можем и мыслить, и действовать, и воспринимать что-то. Поэтому количество нейронных связей в нашей жизни имеет огромное значение в нашем развитии. И эти связи нарастают в определенный момент. Их называют сензитивными периодами. Что еще важно в этих сензитивных периодах? Мало того, что это период, когда что-то формируется, формируется очень активно. И есть хорошие возможности помочь этому сформироваться. Но здесь важна другая сторона, не далее. Но с точки зрения, опять же, и Матессори процесса, и нас, взрослых, которые находятся рядом с детьми. Когда ребенок действует в рамках своего сензитивного периода, то он действует очень охотно. Это его желание. Ему самому хочется что-то делать. Это не мы его побуждаем. Не мы предлагаем ему конфетку, грубо говоря, за прочитанную страничку или еще какие-то блага. Не просто хлопаем в ладоши, и ребенок работает на наши аплодисменты. А ребенку самому надо. И он это делает даже без взрослых. Просто взрослые могут чем-то помочь, создать условия для этого. Ребенок делает это с огромным удовольствием, многократно повторяя, усидчиво. И с хорошим результатом. И он, самое главное, он получает от этого удовольствие. Он чувствует себя компетентным, он чувствует, что он что-то там может. И мало того, что набирается каких-то практических навыков, в частности, мы с вами говорим о речи. Но он еще и ощущает себя сильным человеком, сильным, самостоятельным, независимым. То, что для нас на самом деле важнее любых навыков письма и чтения. Потому что от этого, именно от этого зависит будущая жизнь нашего ребенка. Поэтому так важно понимать, где, когда происходят сильные сенситивные периоды. И помогать ребенку действовать в рамках этих сенситивных периодов. Только помогать. Его тогда не надо никуда тащить за уши. Его не надо никак дополнительно стимулировать. Оно будет происходить как будто бы само. Вот почему название нашего проекта, цикла лекций, писать и читать легко, как говорить и слушать. Это легко, когда это вовремя и с надлежащими средствами. Вот тогда это получается так же легко и естественно, как говорить и слушать. Ну, что происходит в этот сенситивный период развития речи? А сенситивный период развития речи у ребенка длинный. Фактически весь дошкольный возраст. И очень многие процессы происходят потом и позже. Ну, вот мы можем просто рассмотреть какие-то элементы этого сенситивного периода, какие-то его детали, что именно, на каком этапе происходит. Вот с двух месяцев возникает комплекс оживления. Мы уже с вами о нем поговорили. Первый полугодие – это в основном полугодие звуков, когда ребенок отдельные звуки произносит, гулит, вот такие там свирельки появляются, да, лили-ли-ли-ли, там что-то подобное. 6-12 месяцев, второе полугодие появляется лепет, да, то есть буквы соединяются вместе, вернее, звуки соединяются вместе, появляются слоги. Он сначала повторяет одинаковые слоги, потом разные, появляется речевая интонация, ребенок уже говорит так, как говорят взрослые, слышно по его вот этому лепету, может быть, лепет сердитый, может быть, радостный, да, разный. Ну, и около года обычно появляются первые слова. То есть ребенок начинает связывать как раз какие-то предметы, явления, да, предметы, в первую очередь, с набором звуков, которые их сопровождают в речи взрослого. И эта связь у него формируется, и он начинает узнавать и произносить сам, да, то есть узнавать раньше, произносить сам чуть позже, да, то есть есть пассивная речь, есть активная речь, но в любом случае около года, да, ребенок начинает потихонечку говорить. И пока потихонечку, потому что это очень медленный процесс, и только около двух лет происходит такое лавинообразное нарастание словаря, когда мы перестали уже считать, сколько слов может произнести наш ребенок, потому что он говорит все подряд, и связано это со многими причинами, да, то есть, во-первых, да, развивается мозг, появляется различие между левым и правым полушариями, или, скажем так, оно не появляется, оно изначально от рождения есть, просто оно начинает проявляться, да. Вы знаете, что они у нас по-разному действуют, наши полушария. Ну и, конечно же, вот это лавинообразное нарастание словаря связано с отношением взрослых. И здесь важно не только то, что взрослые много разговаривают с ребенком, это как раз не такая парадоксальная штука, но здесь всегда нужно подумать, где нужно сказать, а где нужно помолчать. То есть отношение взрослых имеется в виду в том, что речь, вообще говоря, для ребенка должна быть востребована, чтобы он начал говорить. Именно от нас зависит, нужно ли ребенку в нашей речь что-то произносить. Если мы все за него знаем, если он без него, знаем, замерз он и проголодался. Вот любимая байка такая, как раз нашего психолога Елена Сергеевна, она любит ее рассказывать на своих курсах, когда мама из окошечка кричит детям, своему ребенку отругляет во дворе с другими, «Петя, иди домой!» А Петя в ответ спрашивает, «Мам, я замерз?» «Нет, Петя, ты проголодался!» То есть мама лучше ребенка знает, замерз он, проголодался, что там ему надо, что ему не надо, чего он хочет, чего он не хочет, она все за него решает, она все за него знает. Тогда речи ребенка развиваться не нужно. Здесь дело не в том, чтобы искусственно не понимать ребенка, что мы до сих пор его понимали, до года он вообще ничего не говорил, мы пытались его понимать, а вот теперь он чего-то говорит, но мы начинаем его не понимать и утрированно не понимать. Нет, здесь речь идет как раз о другом. Речь идет скорее о том, чтобы у ребенка появлялся выбор, чтобы у него появилось право что-то выбирать и решать в своей жизни. И принимать решение, выбирать он может с помощью речи. То есть вот такие условия мы тоже можем создавать для наших детей. Ну вот, если вернуться к тому, что нарастает слова ребенка в возрасте ближе к двум годам, это лавина. И я сказала уже, что для того, чтобы это происходило, важно созревание мозга. Причем важно созревание участков, которые начинают анализировать окружающий мир, отвечают за какие-то такие вещи, как анализ и абстрагирование, обобщение. Почему это важно? Дело в том, что слово, которым пользуется ребенок в речи, и мы с вами пользуемся в речи, проходит и от этапа в своем становлении. Собственно, даже и взрослые люди в своей речи пользуются очень разными словами. Налеко не каждое слово является понятием. Понятием, которое можно использовать потом при мышлении. Самый первый вариант слов – это слова, которые являются сигналом ситуации того, что происходит вокруг. Ну, например, да, это очень похоже на то, как курица, когда призывает своих цыплят, она кудахчит, да, и когда она их призывает к себе, совершенно непонятно, да, почему она их зовет. То есть там нет названия, например, еды, которую она нашла, там зернышко или червяк или еще что-то. И наоборот, когда она кудахчит, стревожена, все птенцы разбегаются и прячутся, и опять непонятно, что встревожила курица, нет понятия, нет названия отдельных предметов, явлений и так далее. То есть вот такое кудахтное является сигналом ситуации. И у детей тоже очень часто бывает так, причем иногда это можно найти даже в речи взрослых, ну, относительно взрослых детей, да. Вот когда мальчик, ну, уже такой немаленький, скажем так, говорит, я уже почай пил, его зовут Печай, он говорит, я уже почай пил. Что-то значит. Чай пить для него сигнал ситуации по большому счету. Он не вычленил слово чай, он не вычленил слово пить, да, у него такой единый глагол образовался, чай пить, это вот сидеть за столом, разговаривать, пить чай из сушки там и так далее, и так далее. Следующий этап, когда слово вычленяется из ситуации, но оно становится названием одного конкретного предмета, такой ярлычок, имя собственное. И если мы ребенку говорили все время часики, посмотри часики, и показывай всегда на одни и те же часики, которые висят в нашей комнате. И когда просили покажи часики, он показывал именно эти часики. Совсем не факт, что в соседней комнате ребенок часики узнает. И когда я попрошу покажи часики, он их там найдет. Вполне возможно, что для него сформировалось такое четкое представление. Часики – это вот этот конкретный предмет, и ничего больше. Вспомните, у маленьких детей есть такое отношение к слову «мама», и оно долго сохраняется. Мама – это вот один единственный человек, с которым все связано. Кстати, поначалу слово «мама» может быть тоже сигналом ситуации. И там неизвестно, что мне нужно – поесть, попить, там, не знаю, эмоционально у кого-то тепла хочется. Мама – и все, это означает все сразу. А потом, как они не понимают, да, что у кого-то может быть другая мама, что для кого-то это не мама, а тетя Таня, да, а что у моей мамы еще есть своя мама. Это вообще какой-то вынос мозга для ребенка. Мама – это вот этот человек, и все. И других вариантов просто быть не может. Ну и только потом появляются простейшие обобщения, да, когда ребенок начинает выделять какие-то существенные признаки, да, отвлекаться от несущественных, и он все столы или все часики называет одним и тем же словом, да. И он может узнать эти часики и на стене, и на столе, и в другой комнате, и в другом виде. И для этого требуется определенная работа, да. То есть ему нужно действовать с этими предметами, нужно как-то ими оперировать. И поначалу обобщение бывает иногда по совсем несущественным признакам, да. Вот классический пример, когда ребенок на слово «киса» или называет словом «киса» очень разные предметы, совершенно не обязательно кошку. Он может назвать словом «киса» пушистый воротник на маминое пальто, например, да. Но он же тоже пушистый, мягонький, киса, да. То есть ребенок выделил несущественный признак, и все, что этому признаку соответствует, теперь называют словом «киса». Обобщение произошло, но оно такое вот не совсем точно. Это все дети проходят через этот этап, это нормальное явление, да. Это процесс, без которого последующее понятие, формирование понятия просто невозможно. Ну, а дальше позже возникает и больше. Возникают обобщающие понятия, да, то есть стол, шкаф – это все мебель, да. Возникает система понятия, какая бывает мебель, да, мебель там и что-то еще, это вообще все вещи и так далее, и так далее. То есть появляется такая система понятия, достаточно большая сложная история. Мы сейчас с вами в нее углубляться далеко не будем. Но про понятие немножечко поговорим, да. Вот почему, видя еще словам своим, это Сори использовал вообще как девиз, да, в каких-то своих работах, потому что действительно дети обучаются не столько через слова, сколько через взаимодействие с реальным миром. Им нужно с этим миром взаимодействовать, чтобы словам было на что лечь, да. То есть обобщение, выделение признаков происходит не благодаря тому, что мы это рассказываем. Мы не можем рассказать то, чего пока нет в сознании ребенка, нет в его опыте. То есть ему сначала нужно набраться этого опыта, а потом на это ложится слово. Вот тогда слово есть с чем связаться. Слово ведь не существует само по себе, но существует только как отражение реального мира. И поэтому я немножко так усмехалась, да, когда говорила, что нужно как можно больше разговаривать с своими детьми. Конечно, если мы не будем разговаривать с детьми, речь у них никогда не сформируется, и просто будет ниоткуда взяться, не изобретет же ребенок ее заново. Но просто говорить с ребенком тоже бессмысленно. Очень важно, чтобы наши слова опирались на опыт, который ребенок получает. Поэтому первое, что мы делаем, обязательно позволяем ребенку приобрести опыт взаимодействия с реальным миром, с разными предметами. И в этом взаимодействии как раз и выделять какие-то свойства, признаки, обобщать их. И тогда мы можем это называть. Вот тогда для этого будет хорошая основа. Поэтому ты сегодня говорила, веди счет словам своим. И мы обучаем не через слова, а в первую очередь через действия. Ну вот, например, да, любимый мой пример, понятие стол, да. Насколько разными являются эти столы. И форма разная, и материал разный, и количество ножек. А у каких-то столов ножек нет вообще, да, они непонятно на что опираются. Но чем все слова, все столы друг на друга похожи? Внешне очень мало похожи, правда? Размером, цветом, формой нет. Чем они похожи? Они похожи в первую очередь функцией, да. То есть тем, что у стола есть поверхность, на которую можно что-то положить, и на которую можно что-то делать. Эта поверхность приподнята над полом. Она может быть приподнята на очень разную высоту, но все равно это будет стол. И таким образом любой стол будет отличаться от табуретки. Потому что вот то, что нарисовано на рисунке слева, вообще совершенно непонятно, да, стол это или табуретка. Табуретка может так же выглядеть, но на ней сидят. И этим она отличается от стола. Так вот, чтобы появилось понятие стол, ребенку нужно действовать. Ребенку нужно понимать, как эти вещи используются. Ему нужно иметь опыт собственного использования этих вещей. И только тогда появится полноценное обобщение. И только тогда появится полноценное понятие стол. Вот еще один пример. Посмотрите, пожалуйста. А здесь я вас вообще попрошу. Посчитайте, пожалуйста, сколько на этом рисунке ромбов. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я чуть позже посмотрю, да. А пока просто посчитайте и напишите. Это будет интересно потом взглянуть. Это был первый вопрос. А теперь второй вопрос. Сколько на этом рисунке квадратов? И тоже посчитайте, напишите, пожалуйста. Так вот, я это к чему? К тому, что у нас очень часто понятие приобретает лишние свойства. Ну, скажем, в наших учебниках, как правило, ромб всегда чертится, рисуется вот таким образом. С вершинкой вверху. И это ромб. Если ромб повернуть по-другому, мы уже не воспринимаем его как ромб. Ну, посмотрите, вот это тоже ромб. И вот это ромб. Больше того, вот это тоже ромб. Потому что что такое ромб? Четырехугольник с равными сторонами, у которого все четыре стороны равны. Поэтому все, что здесь нарисовано, это все ромба. Здесь четыре ромба. А теперь что такое квадрат? А квадрат это, по сути, ромб с прямыми углами. Можно сказать по-другому. Ромб это прямоугольник, у которого стороны равны. Но и то, и другое приводит нас к одной и той же картинке. И тогда и вот это квадрат, и вот это тоже квадрат. Просто повернут по-другому. У него тоже прямые углы. И вот эти какие-то моменты, которые нас сбивают, которые не позволяют нам квадрат назвать ромбом. Потому что мы привыкли называть его только квадратом. Которые не позволяют нам назвать ромбом лежачий ромб. Как будто если его положили, он поменял свое имя, свое название. Вот это все лишние свойства, которые приобретаются, прицепляются к понятиям, просто за счет того, что они недостаточно варьируют в нашей жизни. Поэтому, соответственно, если мы не очень четко владеем понятия, мы и мыслить будем сложнее. Качество нашего мышления, понятильного мышления, по крайней мере, очень здорово зависит от качества понятия, которые мы формируем. Поэтому в устной речи это очень важно. Формирование понятия, что называется вот таким словом. И разные примеры, и разные варианты, чтобы действительно картинка у ребенка складывалась. Ну, так, не могу не заглянуть в наш чат, посмотреть, сколько же там ответов. 4, 1, 3, 1, 4, 4. Ну, понятно, разные ответы. Не все, конечно, ответили, но это тем не менее интересно, чтобы увидеть, какие варианты существуют. Один ромб, один квадрат. Да, 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 да. В общем, история именно такова. Увидеть ромб в другой позиции, увидеть ромб в квадрате, увидеть квадрат в другой позиции бывает, возможно, не всегда, к сожалению. Вот, ну, это обычная история. Не удивляйтесь, что у вас так происходит. Еще раз повторюсь. Это особенности нашего образования, вообще говоря. Когда никто толком не занимается формированием понятий, они формируются во многом спонтанно, субъективно, просто за счет того, как это чертится, какие примеры приводятся. Ну, и, к сожалению, они не всегда достаточно эффективны, да, эти варианты, эти примеры. Так, ну, продолжим смотреть нашу презентацию, говорить о сензитивном периоде развития речи. Что важно еще, да, что, конечно же, речь ребенка используется, извините, перелеснула раньше времени, используется как инструмент, она нужна в жизни. То есть речь не будет развиваться просто сама по себе, как сама цель. То есть если ставить такую цель развития речи, то мы можем и не преуспеть, да, это будет идти тяжело, сложно, трудно и с минимальным эффектом. Зато гораздо лучше речь будет развиваться в том случае, если мы создадим условия, где речь нужна, да, то есть речь должна быть востребована. Речь в нашей жизни используется как инструмент. И вот нам нужно создавать такие условия, в которых этот инструмент необходим. Когда он ребенку необходим, он его осваивает. Ну, а если мы есть рядом, есть образцы речевые, то, конечно же, ему есть у кого их перенимать, чтобы мы тоже выговаривали, да, в нужных ситуациях и разговаривали грамотно. Так вот, для чего нужна речь? Во-первых, речь развивается как инструмент в общении. Мы это уже с вами выясняли. И после трех лет у ребенка происходит взрыв в этом плане, потому что ребенок начинает себя выделять из окружающих. До трех лет для ребенка все вокруг, ну, как бы, слито с ним в единое целое, да, и все вокруг существует постольку, поскольку имеет отношение ко мне. А после трех лет, да, появляется я, появляется ты, появляется он. И это все, что существует само по себе. Появляются, как бы, представления о том, что у других людей есть свои чувства, мысли, желания. И кто-то другой делает что-то не просто потому, что хочет сделать мне назло, да, и мне от этого плохо, а просто у него есть другое желание, у него есть другая цель. И с этим нужно что-то делать, как-то договориться, как-то приходить к какому-то согласию, да. Вот, появляется диалог, ребенку интересно разговаривать с другим человеком, он уже не просто говорит, он говорит тебе, он поворачивает твое лицо к себе, уже нельзя слушать спиной, потому что это для ребенка не слушать, да, он поворачивает свое лицо и говорит, нет, слушай, я тебе говорю. И он говорит, он обращается, он ждет ответа. Появляется беседа, когда могут беседовать несколько человек, да, и нужно удерживать и нить беседы, и темы, кто что уже сказал, да, не повторяясь дальше. То есть это достаточно сложные такие процессы, опять же, для которых важно создавать условия. Развивается эгоцентрическая речь, об этом мы тоже с вами уже говорили, я не буду повторяться, тоже в возрасте около трех лет, это удивительный период, когда эту речь эгоцентрическую можно услышать, да, как бы услышать размышления ребенка, да, услышать, как он планирует свою деятельность, потому что потом это уходит в умственный план. И мы с вами редко пользуемся таким видом речи, мы обычно это все прокручиваем в уме. У нас эгоцентрическая речь всплывает, когда нам что-то в уме сделать трудно, когда задачи сложные, когда обсуждать приходит, ну, когда выбирать приходится там очень много, да, или когда я не в том состоянии, у меня голова плохо соображает, не выспалась, и мне нужно сосредоточиться, усилия большие, и я начинаю говорить вслух. У детей же это просто как этап развития речи, потому что про себя мысленно они пока не могут, поэтому они делают это вслух. Ну и что еще очень важно на протяжении возраста дошкольного, это развитие грамматической структуры. То есть у ребенка появляются в речи слова разных частей речи, существительные глаголы, прилагательные и предлоги, и союзы, и местоимения, достаточно сложные части речи, да, то есть союзы, они же показывают такие связи, смысловые связи, да, между частями предложения. Появляется слово образование, вот как тот пример, который я приводил уже, я уже почай пил, да, то есть ребенок сам образует новые слова, причем образует абсолютно справедливо, абсолютно правильно, по законам русской морфемики, да, то есть он ее чувствует. Эта грамматическая структура, чувствительная к грамматической структуре, она будет нам очень важна в дальнейшем, да. То есть вообще можно сказать, что вот этот сензитивный период чувствительности грамматики, он начинается, вообще, когда достаточно рано, уже с двух лет, но ярко проявляется в возрасте около пяти, да, вот такой всплеск явный. И причем самое интересное, где-то годом к восьми он затухает, да, то есть начальная школа еще может застать этот период, а вот дальше уже достаточно сложно. Такого чутья языка, да, такой вот включенности в грамматическую структуру языка у детей потом уже не бывает, если только это не становится их отдельным специальным интересом. Так, ну вот здесь просто несколько, пара картинок, да, что такое, значит, что значит, что речь является инструментом общения и самовыражения, как это может происходить, в частности, в истории в среде, ну и можно это создать, конечно, в любой другой среде. Вот слева ребята обсуждают, на самом деле здесь вообще очень интересная история, они решили создать музей кошек, да, то есть есть мальчик, который очень увлекается кошками, у которого куча фигурок разных кошек, вот и другие деятели, оказывается, тоже любят кошек, вот они решили сделать музей кошек, и вот что их для этого нужно сделать, они сидят все вместе и обсуждают, что нужно сделать, пойти там попросить помещение, где разместить, кого пригласить, какую экскурсию составить, они потом еще и билеты туда напишут и все прочее. А вот справа это взаимодействие, да, то есть два ребенка вместе строят вот такую конструкцию, скачь еще на лестнице розовой башни, и эта конструкция, да, она получается, потому что они договариваются, как строить, они выбрали какой-то признак, да, какой-то способ, как комбинировать эти вещи, вот, и, да, смотрите, вот верхняя, там, проблемка какая-то, да, они еще не положили так, как нужно, куда-то сдвигают в стороны, но, в принципе, да, это процесс договора, несовместная деятельность. Сезитивный период развития письменной речи. Вот он, собственно, приходится на возраст 3,6, и интерес к буквам и начало формирования письменной речи, это буквально 3,3 с небольшим. Ребенок уже пишет, мы просто чуть позже поговорим о том, как идет этот процесс, какие он проходит этапы. Интерес к буквам тоже 3,3,5, от 3 до 5, и опять после он падает, и после 5 лет буквы детям становится гораздо менее интересной, чем в возрасте от 3 до 5. В 4 года, 4,5 максимум, дети начинают писать, если были необходимые посылки, если были необходимые инструменты им предложены, то 4,5 года дети начинают писать. Да, конечно, это далеко не такое письмо, как первоклассников в тетрадях или в прописях, но они реально записывают то, что они хотят записать, они готовы записывать свои мысли. А чтение гораздо более поздний и сложный процесс, и реально читать дети начинают обычно с 5 лет, но редко раньше 4,5, обычно это все-таки возраст 5 лет, опять с половиной, и этот процесс длительный, он проходит много-много этапов, от чтения отдельных слов, от чтения предложений и текстов, потому что там сложнее смысл ловить, к чтению с пониманием, к беглому чтению. То есть у чтения тоже есть целый ряд этапов, которые нужно пройти. Ну и, конечно же, в школьном возрасте тоже продолжает развиваться речь, далеко не все в ней заразвито к началу школьного возраста, хотя дети, конечно, в этом уже бегло, и вот если как в Мотессори группе были созданы те самые необходимые условия, их можно создать и дома, я еще раз повторюсь, и в обычной группе детского сада, то обычно, да, к школьному возрасту дети пишут и читают, да, и достаточно бегло это делают. Но что важно, что происходит после? Ну, во-первых, у детей, дошкольников, им трудно даются сложносинтаксические конструкции, да, если предложение закручено, то они его плохо понимают, они его плохо могут и сами сказать, и написать, то есть они говорят достаточно простыми конструкциями, это значит, что они не используют сложные предложения вообще, но всякие замены там с другим порядком слов, допустим, да, с какими-то составными конструкциями, с кучей там придаточных, вот это, конечно, им пока очень трудно дается. Дети-дошкольники плохо понимают метафоры, да, метафоричность нашей речи – это то, что появляется уже в школьном возрасте, поэтому к этому надо быть готовым, и вот всякие переносные значения, и истории там каких-нибудь, да, и даже загадки, которые там сидит детство, сто шу подед, кто его раздевает, тот слезы проливает, да, вот моя любимая загадка, потому что я помню, как я ее в детстве разгадывала, и раз я помню, я была не очень маленькая, но я помню свою картинку, дед, одетый в шубы, его раздевают и слезы проливают. Почему проливают слезы? Ну, наверное, потому что дед дерется. Почему дерется? Раздеваться не хочет. То есть я буквально вот так это и представляла. Конечно, когда мне объяснили, что это лук, я поняла, почему, но сама придумать эту идею, перенести вот так вот метафору, да, дед и лук, ну, не получалось. Пока у дошкольников действительно не получается. В школьном возрасте к речи появляется осознанное отношение, да, речь становится предметом исследований, причем самых разных сторон, да, и культурно-историческом, и литературовеческом, да, и каком-то там человеческом, национальном, там и всем прочим. Речь исследуется как знаковая система, да, причем исторически, как она развивалась. То есть это все может быть интересно школьникам, но начальный период письма и чтения, он должен прийти на дошкольный возраст, строго говоря. Потому что школьникам это уже не так интересно. И если мы им приносим язык, как палочки, крючочки, там и вот те самые овальчики, о которых я говорила в начале, то они теряют интерес к языку, им нужно исследовать. Вот если мы дадим им такую возможность исследовать, а для этого простейшие навыки должны быть сформированы гораздо раньше. Тем более к этому есть предпосылки, к этому есть определенный интерес, и сделать это вообще говоря совсем-совсем несложно. Поехали дальше. Итак, что же такое письменная речь? Надо понимать, что письменная речь не только важна сама по себе, как письмо, как чтение, как возможность передавать, выражать свои мысли, понимать мысли другого, но это еще и формирование развития, новое совершенно развитие устной речи. Ведь письменная речь, она более развернутая. Она требует, если в устной я могу отделаться между метем, каким-нибудь жестом, как-то скорзить физиономию, и всем все стало понятно почти без слов, то в письменной речи так не сделаешь. И там приходится много писать, много рассказывать о том, что устно заняло бы совсем-совсем мало места и усилий. Поэтому письменная речь приводит к более развернутой, к более осознанной письменной речи. Это очень важно. То есть ребенок, который действительно пишет, еще раз повторюсь, не параграфы, не упражнения из учебника, а выражает связанные свои мысли, он и говорить начинает по-другому, он разговаривает по-другому, общается по-другому, мыслит по-другому. Это же тоже узная речь. Ребенок начинает осознавать речь, выполнять речевые задания, а грамматика и письмо позволяют подняться на высшую ступень в развитии речи. Ну вот, собственно, это говорят классики нашей психологии о письменной речи, ее значении. Я думаю, что они, конечно, не преувеличивают. Это действительно очень значимо для нашего развития в целом. Ну и вот такие парадоксы, что при том, при всем при том, что мы понимаем, насколько значима письменная речь, половина выпускников средней школы не понимают прочитанных текстов. Вот эти факты, которые здесь на этой страничке у нас выложены, я взяла из выступления Марьианы Михайловны Безруких. Она долгое время была директором Института возрастной физиологии Российской академии образования и занималась как раз письменной речью. И она говорит о том, что да, по данным вообще выпускных экзаменов ЕГЭ, половина выпускников средней школы, причем она говорит, даже больше половины, то есть там больше 50%, не понимают прочитанных текстов. То есть, конечно, не на уровне того, что он там не прочтет инструкцию, кофемолки или что-то подобное, а текстов, хороших таких, настоящих текстов, в которых есть какой-то смысл, в которых есть какая-то идея. Действительно, дети понимают очень плохо. Не дети, а выпускники средней школы. А отсюда, да, вот эта неготовность, нежелание, неумение вообще читать и художественную литературу, да и науше популярную тоже. А ведь что значит не понимать прочитанных текстов? Это же проблема во всех учебных предметах. Это и параграф по биологии или географии останется непонятым. Больше того, это задачки по математике оказываются непонятыми. Я не понимаю смысла задачи, поэтому я не знаю, как ее решить. То есть это проблема очень большая. Кстати, вот весь наш проект, он родился из того, что по результатам международных исследований наши выпускники действительно оказываются в числе далеко и далеко не лучших, там ниже середины, я бы так сказала, по читательской грамотности, вообще по функциональной грамотности. То есть когда наши знания могут использоваться в жизни, то есть не просто формально знаю, не знаю, прочитал, не прочитал, а как я умею извлекать информацию из текста, а как я умею на основании этой информации что-то там делать, строить какую-то свою деятельность и все прочее. То есть вот этим как раз наши психики очень сильно обделены, к сожалению. Но и Марьяна Михайловна видит причину дизлексии вот такого рода непонимания прочитанного в двух моментах. Первое, это раннее обучение чтению, и второе, это стремление ускорить чтение на ранних этапах, когда оно еще не готово ускоряться. И вот я хочу сказать, что мы это абсолютно согласны, Марьяна Михайловна, мы не хотим приходить к раннему обучению. То есть раннее обучение, это обучение чтению, когда собственные механизмы для него, физиологические, нейрофизиологический механизм еще не сформированы. На вас, чтобы они были, чтобы они работали. Если вы помните, вот по тем возрастным градациям, которые я показывала, да, мы с трех лет готовы заниматься с детьми звуками и буквами, но к письму и чтению мы приходим, соответственно, в 4 и в 5 лет. Раньше этого не стоит. И вот эта вот идея читать раньше, чем ходить, раннее обучение чтению, конечно же, оно не приводит к ничему хорошему. Михайловна как раз и говорит, что когда мы стремимся обучать ребенка читать раньше и не учитываем вот этих вот психиологических механизмов, то мы и получаем вот эту проблему. Ну и ускорение чтения тоже, да, оно невозможно, пока не сформированы определенные этапы чтения. То есть, что важно понимать? Чтение письмо использует те механизмы мозга, которые сформировались значительно раньше самого чтения. То есть, если для устной речи мы можем выделить в коре головного мозга специальные зоны, которые заняты восприятием устной речи, говорением, произнесением звуков и слов и осмыслением, да, речи устной, есть специальные отделы мозга, то про письменную речь это сказать почти невозможно. То есть, там задействовано очень много механизмов, причем сами эти механизмы являются, ну, как бы, что сказать, нецелевыми, да. То есть, эти участки в нашей жизни занимаются чем-то другим и формируются в другой деятельности. И только тогда, когда они в той другой деятельности... 14 часов. Это самая простая бытовая деятельность, любая, да, деятельность с окружающими предметами в окружающем мире. И только тогда, когда в этой деятельности не формируются, мы можем их использовать для письма и чтения, но не наоборот. То есть, для того, чтобы мы могли писать и читать, сначала нужно заниматься чем-то другим. Ну, вот в частности, крупная моторика. Ну, во-первых, да, для того, чтобы писать, да, и читать, собственно, ребенку можно удерживать позу, да. Он сидит, может, стоит, да, он действует руками, да, он определенным образом выдерживает эту позу, да, статическую. И это развитие крупной моторики, конечно же. Больше того, с крупной моторики начинается проориентация в пространстве. Одна из моих коллег рассказывала про ребенка-колясочника, у которого были хорошо развиты руки, все в порядке было с головой, но он никогда не ходил ногами. И поэтому, когда ему предложили там заштриховать рисунок, просто вот такой заборчик нарисовать, он не смог этого сделать. То есть у него нормально работали руки, но руки не шли туда, не проводили линию в том направлении, в котором нужно. У него не хватало вот этого опыта перемещения в пространстве. Это работа двумя руками, это работа всего тела, да, это ориентация вверх-вниз, лево-вправо. Это все происходит в крупномоторике. Ну, вот здесь девочка стирает, как вы думаете, развивается у него вот все то, о чем я сейчас говорила. И даже вот это, движение по лестнице, да, когда ребенок забирается, спускается, карабкается, придерживается за поручни. То есть детям очень важна крупномоторика, и мы очень часто говорим о письме, как, вернее, подготовки к письму, к чтению, рассматривать только мелкую моторику, да. А на самом деле крупномоторика важна, да, меньшая, да, и она предшествует, вообще говоря, всему остальному. Ориентация в пространстве. Ну, вот, я просто здесь показываю какие-то материалы матесарейские, но у вас ведь что-то подобное всегда есть и дома, да, перелись из кувшина в кувшин. Перестоль наливает ребенку в стакан попить. Мы чаще всего взрослые, да, маленькому ребенку, трехлетке, двухлетке. А сделайте маленькие кувшинчики, с которыми ребенок сам сможет наливать себе стакан. И увидите, развиваются потрясающие вещи. Это работает кисть, да, удержать. Это работает координация между глазом и рукой. Налить в стакан, а не мимо. Да, конечно, прольет несколько раз, и не один раз он прольет, прежде чем нальет туда, когда надо. Но ведь без этого не развивается ничего. То есть сначала, чтобы что-то развилось, должны быть какие-то ошибочные действия. Вспомните, как вы учились, водить машину, или ездить на велосипеде. Да, конечно, вы сначала падаете. Вы не можете сесть на велосипед и сразу поехать. Так не бывает. Так же и у детей. Чтобы что-то сформировалось, сначала, да, бывают вот эти ошибочные действия. И обратная связь от этого. Северная стола. Как расположить на столе? Вот это расположение на столе чашки, тарелки, вилки, ложки, салфетки в определенных местах. Это же тоже ориентация в пространстве. Кто накрывает ребенку на стол, когда он ест? Если накрывает вообще, кто его сервировал? Мытье стола, посмотрите, да, ведь это же нужно вот эти движения опять-таки сделать. Это слева направо промывается стол, да, то есть огромное количество движений, которые слева направо, это тоже ориентация в пространстве. Подметание мусора вообще одно из моих любимейших упражнений с позиции вот именно этой развития письменной речи. И что такое подмести мусор? Простейшее действие. Но если ребенка нет опыта, оно превращается в мучение. Потому что собрать в кучку у детей не получается. Почему? Потому что, во-первых, он не видит границы, откуда надо собирать, как далеко рассыпался мусор. А во-вторых, он не понимает, куда заметать. И у него появляется либо 15 кучек, либо каждая отдельная мусоринка заметается отдельно на совок. То есть вот эта простая идея смести все в кучу, потом замести на совок, если это ребенок делает, но тоже колоссальный успех. То есть это уже такое движение вперед. И опять, сначала будут какие-то более сложные варианты. завязывание бантиков. Колоссальные движения двух рук, двух ленточек. И вот эта простая идея, когда одна ленточка белая, другая красная, когда хорошо видно, какая ленточка куда закручивается, она очень сильно облегчает ребенку жизнь и позволяет эти самые ориентацию в этих ленточках в пространстве, да, позволяет ее сформировать. плетение косые из той же самой серии, да, что, куда, три шнура разного цвета, и когда они разные, я хорошо понимаю, какой шнурок каким образом заплетается. Шитье, ну, в данном случае шитье по картону, по дырочкам, по отверстиям, но, представляете, нужно с одной стороны воткнуть, в другую сторону обратно выкнуть эту, причем нужно в следующую дырочку воткнуть, это серьезная работа. Конечно, начинается с просто полоски бумаги, картона, лучше картона, на котором есть дырочки в ряд, вот, а потом, да, можно какие-то рисунки вышивать, и тоже, это ведь делают дети трехлеткие. Он мелко, про мелкую моторику я уже молчу, да, все значения понимают, вот тут тоже максарийские цилиндры, застегивание пуговиц, это то, что есть на одежде у каждого ребенка, и дать ему возможность поковыряться самому со своим пуговицами, кнопками, со своей шнуровкой, даже с липучками, если бы пошло, с ремнями. Слева вот упражнение-то, полировка металла, то есть, когда на ватку берется, ну, на самом деле, можно брать просто даже зубную пасту, да, и полировать металл, он начинает блестеть тебя под руками, но представьте, как работают пальчики у ребенка, а полировать можно все, что вы нашли вокруг, ложки, ручки, может быть, у вас самовар там какой-нибудь стоит, или декоративная тарелка, а может быть, есть серебряный чайник, ну, работать с пипетками, да, то есть, это вкусовые банки, которые есть в Монте-Сори, среде, но пипетками тоже же можно что-то делать, и рисовать, можно краски жидкие в пипетке делать, да, и капать что-то, например, когда готовишь, там, да, какие-то пряности разведенные, там, или еще что-то, ну, это специфический материал нажимания на кнопочки, вот, восприятие формы, тоже очень интересная штука, без которой не будет ни письма, ни чтения, ребенку же, конечно, нужно научиться воспринимать форму буквы, буквы, это сложная форма, и для того, чтобы ребенок мог ее воспринять и запомнить, глаза должны научиться рассматривать, у маленького ребенка глаза рассматривать не умеют, если я прослежу, ну, есть такие эксперименты, когда фиксировались движения глаз взрослого человека, ну, например, я осматриваю, там, круглое зеркало у меня висит на стене, и когда я его осматриваю, у меня глаза вот такой ощупываю, у меня мелкие ощупывающие движения по контуру делают, то есть взрослый человек подсознательно абсолютно, мозг уже научился, да, глазами ощупывать контур, потому что контур создает форму, у ребенка таких движений нет, и он скачет хаотично, да, поэтому ощупывание формы это очень ценная штука, и в Монте-Сори методе есть специально такой геометрический комод, где вот вкладки вынимаются, и мы их обводим рукой, чтобы ребенок рассматривал, он сам учится их обводить, наверняка слышали про такие рамки вкладыша Монте-Сори, которые тоже обводятся уже карандашом, вот, но в принципе можно обводить руками, вот ощупывать форму всего чего угодно для того, чтобы ребенок учился рассматривать. Ну и, конечно же, сама речь письменная невозможна без идеи символа, ведь и что такое слово? Слово обозначает предмет, слово лимон само по себе оно не кислое, не сладкое, никакое, но при слове лимон у него возникает образ лимона, а он кислый, поэтому одно слово может вызвать такое слюноотделение, да, то есть символ слова является обозначением предмета, знак, буква является обозначением, символом звука, так же как цифра, символом количества, но по большому счету даже рисунок, является обозначением реального предмета. Вот то, что вы видите на этой картинке, эта девочка соотносит предметы, которые можно потрогать, подержать в руках, с их плоскостными изображениями, причем так, что они прям буквально накладываются сверху, расческа, ножницы, вот тут, по-моему, мобильный телефон будет, да, наверное, игрушечный, я думаю, что это из старых запасов, вот, но что важно, это достаточно маленькие, конечно, дети, но такое соотнесение изображения и предметы, оно тоже имеет значение, тоже работает на идею символа. Вот такая работа более сложная, то есть, видите, что в руках здесь у взрослого квадрат-вкладыш, его можно ощупать, его можно потрогать руками, можно ощутить его форму, можно почувствовать все углы, а вот у нарисованного квадрата ничего этого уже нет, его в руки не возьмешь, уголочки не потрогаешь, но можно совместить и понять, что это то же самое. Для ребенка это определенная работа от реального предмета перейти к его изображению, вот здесь это контурное изображение, и поэтому разного вида работы на сопоставление предмета и его контура, контурное изображение, им тоже, конечно, нужны и хороши. Вот это вот еще одна история, это вообще из игр, и когда дети играют, они начинают использовать так называемые предметы заместитель, в данном случае, он скачет на деревянной лошадке, на палочке верхом, как будто на лошади, и что это значит, что вот эта самая палочка может быть символом лошади, и я лошадь замещаю вот этим условным предметом, это тоже символ, и вот такого рода игр, они тоже важны для того, чтобы ребенок дальше мог работать с символом, собственно, вся наша взрослая жизнь на символах построена, ну уж, по крайней мере, вся письменная речь, это точно сплошные символы. Мы с вами говорили, что речь это инструмент общения и самовыражения, но то же самое, можно сказать, и про письменную речь, да, и это тоже инструмент общения и самовыражения, и вот вы слева видите как раз объявление про тот самый музей кошек, это вот на предыдущей картинке мальчики, дети, которые обсуждают создание музея кошек, они написали объявление по этому поводу, вот, они сделали там билет, они составили экскурсию и так далее, и так далее. А справа другой инструмент, самовыражение, да, то есть это уже девочка, что девочка не самая маленькая, да, выпускница детского сада, вы посмотрите, какую она историю сочинила, там нарисовала эту русалочку, понятно, что она, скорее всего, пересказывает известную сказку, да, но она ее сочинила как бы сама, свой вариант, да, по мотивам, вот, и она ее написала, да, это собственная творчество, то есть инструмент, письмная речь становится инструментом самовыражения. Вот для этого очень важно, чтобы вы создавали условия, чтобы детям было, зачем писать, то есть, так же, как раньше было, зачем нужно говорить, что такое в нашей жизни есть, что побуждает нас говорить. так, ну и письмная речь, она тоже проходит ряд этапов, да, если мы говорим, что устная речь начинается с лепета, да, с гуления, потом лепет, потом там отдельные слова, то же самое можно сказать про письмо, то есть письмная речь, она не становится сразу, и вот такой внятный, членораздельный, как у взрослых, да, и как нам надо хотелось бы, у ребенка письмная речь тоже проходит целый ряд этапов, то есть, прежде чем начать вообще заниматься письмной речью, ребенок сначала вообще не понимает такой идеи, то есть, восстановление концепции письмной речи, что речь можно записать, это для ребенка колоссальнейшее открытие. Когда вы читаете книжку маленькому ребенку, и скажем, знаете, такие книжки, они же, у них много картинок, мало текста, и вот целый разворот, здесь одна большая картинка, здесь другая большая картинка, а подписи под ними нет, и вы рассматриваете картинки и перелистываете, а ребенок у вас возвращает, говорит, читай, и вы ему говорите, ну как же читай, здесь ничего не написано, что я здесь могу прочитать, а он показывает картинки, говорит, читай, то есть, ребенок вообще не обращает внимание на то, что там что-то написано, на все эти буковки и значочки, он обращает внимание на картинки, и он уверен, что вы читаете по картинке, потому что у него тоже сначала как вот эта идея речи которую можно нарисовать а не написать и у него сначала появляется рисуночное письмо и только потом появляется письмо каракульное но и уже такой очень раздельное письмо как у нас с вами то есть выгодский наш известный российский психолог он как раз говорил о том что развитие письменной речи от рисования вещей к рисованию речи вы видите что слева тут ребенок что-то активно рисует у него целая история там нарисовано что там происходит на его рисунке а справа смотри какой колоссальный рассказ написан да он написан по очень своеобразно там нет просветов между словами но это же явный текст на самом деле читается если присмотреться то если потом вы будете просматривать эту запись можете остановить на паузе и почитать здесь весь этот текст действительно читается а вот эти первые рисунки до которые что-то выражают у ребенка надо понимать что когда ребенок рисует а вот эти начальные рисунки детей они не рисуют с натурой они не изображают вещи они изображают какие-то свои идеи они изображают истории там на рисунке что-то много чего происходит вот это рисунок маленького ребенка который вот нарисов такой сказал девочка и вот понять где здесь девочка было совершенно невозможно пока при более глубокой такой беседе не выяснишь девочка прыгает надо вот эти вот прыжки девочки вот таким образом изобразил дайдену это девочка в истории человечества тоже ведь сначала появилось рисуночное письмо и только потом появились там пиктограммы и алфавиты да и вот здесь нарисована целая история послания до человек пошел на охоту добыл шкуру зверя другую охотился на маржа поехал на лодке другим охотников заночевал то есть вы здесь все это можете найти да добыл шкуру зверя затем другую охотился на маржа поехал на лодке с другим охотником заночевал да то есть все это нарисовано это послание которое пришла не можно прочитать да конечно можно приковать по-разному в принципе можно прочитать и вот посмотрите послание ребенка это тот самый этап рисуночного письма рецепт как записать запады запекать яблоки то есть ребенок вот такой нарисовал и он рассказал взрослому что здесь нарисовал что нужно вытащить серединку насыпать сахар орехи и корицу поставить духовку подождать пока остынут и кушать то есть он делал эти яблоки он запекал их и теперь нарисовал как и должен происходить этот процесс но это пока рисуночное письмо но это письмо в рисунке то считаешь как вот здесь было письмо про охоту то есть также здесь письмо про запекание яблок да то есть он хотел чтобы кто-то мог этим рецептом воспользоваться хотел зафиксировать этот рецепт и это уже начало письменной речи до ребенок не знает ни одной буквы даже толком рису это непонятно когда не за я бы не догадалась на что-то яблоко если бы не было комментариев вот но это есть письменная речь он фиксирует свои мысли теми средствами которые на на этот момент есть у него в распоряжении а вот это уже каракульное письмо да видите ребенок уже не рисуют рисунки он понимает что есть специальные значки для обозначения букв он этих значков не знает и он изображает как можно наверняка вы у своих детей тоже замечали этап каракульного письма когда они либо там крючочки какие-нибудь либо кружочки там рисует строчку чаще всего да здесь можно строчки увидеть да и вот эти вот значки которые для ребенка напоминают буквы и здесь да такое послание лампочки перегорели надо там передать за написать записку чтобы лезть нашла три запасные лампочки и так далее да то здесь тоже есть текст свои мысли которые ребенок выражает на бумаге и это каракульное письмо вот к сожалению многие из нас этот этап каракульного письма очень недооценивают и мы либо вообще не обращаем на него внимание проскакиваем либо вообще подсмеемся над ребенком да он как будто бы написал на что-то тут написал но кто тут это прочитает да как будто бы ты писать умеешь представляете если ребенок учился ходить а мы над ним смеялись но как будто бы ты ходишь да ты ходить-то толком не можешь до ковыляешь спотыкаешься и ползаешь если бы ребенок учился устной речи он были питал а много ли ну что то такое как будто бы говоришь ты говорить то не умеешь тебя ни одного звука нормально не получается ни одного слова наверное вы наши дети не научились не говорить не ходить то есть мы их там радовались мы их там поддерживали а каракульное письмо почему-то воспринимается как какая-то бессмыслица до бессмысленная игра ребенка это очень важный этап развития письменной речи конечно же его надо поддерживать его надо провоцировать то есть просить детей писать эти самые записки записывать то что он хочет написать вот посмотрите какой я хочу вам показать ролик не российский правда ролик но очень красивая да красивая история такая ребенок записывает историю про трех поросят я чуть-чуть убавлю звук но там на самом деле если прислушка как раз слышны слышные слова пик хаус да посмотрите он же сам еще и прочитывает что у него написан да смотришь тоже написано и что нужно писать дальше да и располагает их строчками и он сам себе диктует это очень важный этап чрезвычайно важный письменная речь то есть он формулирует мысль которую нужно записать у него нет пока необходимых инструментов да он не владеет буквами владеет звукобукленным анализом это непростая история но тем не менее да это начальный этап письма я остановлю не буду дальше продолжать а вот ну и вот в такие вещи могут выливаться наше вот это во время поддержанное письмо ждать здесь вы видите уже очень внятное письмо это ребенок шестилетка писал да у него есть тут и письменные буквы они все вписаны строчку как нужно да где-то могут конечно ошибки быть никто не требует чтобы дошкольник писал грамотно но тем не менее внятное выражение своей мысли да и опять-то он рассказывает сказку давай конечно по мотивам да он не самое придумал даже в этом возрасте так правило все что они придумают она все по мотивам но тем не менее то его текст он сама сформулировал он сам его написал что нужно для того чтобы письменная речь развивалась в основных условиях мы с вами сейчас еще поговорим нас еще хватает на это времени наш первого за обязательно условия пишущие взрослые это конечно беда беда современная но это очень важно значит смотрите мы с вами говорили самом начале что ребенок главная задача маленького ребенка стать взрослым стать взрослым может только подражая тем взрослым который находится рядом не чему-то абстрактному а тем кто находится рядом кого он видит чьи действия он считывает как нормальный как естественные и если взрослые не пишут и не читают то ребенок не будет писать и читать он не будет воспринимать это как норму будет воспринимать это как лишнюю обузу обязанность которая никому на самом деле не нужна и почему я говорю что беда беда дело в том что конечно современные взрослые даже пишут и читающие сейчас редко пишут и читают на бумаге карандашом там так далее мы читаем не бумажные книги электронные мы пишем на клавиатуре компьютера и это конечно другая история дети не видят и не понимают что мы там делаем вот если мы сидим с карандашом и ручка над листом бумаги и записываем что-то потом еще ребенка прочитаю что мы записали вот тогда это другая история но по крайней мере на настоящем этапе это так и поэтому так важно чтобы в период свой сензитивный период письменной речи дети видели пишущих и читающих взрослых чтобы вокруг них много было примеров того что написано руками человека написано руками не напечатан на компьютере не из типографии даже вышла а написано руками вот тогда да для них письмо будет естественным состоянием письмо а потом и чтение тоже понятно что я говорю уже об этапе письма и чтения и очень важно чтобы до этого были тоже условия которых мы говорили и развитие крупной моторики и экспериментирование с окружающим миром получение впечатления от этого мира в общем о чем писать то да и были какие-то понятия в нашей речи должны быть стимулы и поводы для письма самые разные вот посмотрите слева это именные таблички то есть ребенок чтобы как бы занять допустим свою работу когда он не оставляет и хочет отойти на какое-то время чтобы не было ощущение что работа брошена что он не вернется может поставить именную табличку пишется имя и табличка кладется на работу в других случаях это можно сделать вот здесь вы видите как раз каракульную записку может быть не очень понятно что это но это записка приколотая к вороту педагога то есть педагог который может быть занят детей в классе много а у педагога есть свои дела если ребенок хочет ему что-то сказать педагог может сказать ты знаешь я пока занята ты напиши мне записку когда я освобожусь я прочитаю и сделаю то что ты хочешь взрослый дома тоже может так сделать у вас вы имеете право быть заняты своими делами вы можете как раз сами что-то читать или писать или готовить обед или мыть полы там или еще что-то но если ребенок в этот момент хочет вам что-то сказать вы вполне можете ему предложить это напиши записку когда я закончу работу я все подойду мы разберемся чего-то хотел оси напишет записку я могу забыть здесь не просто подожди пока я освобожусь а записку напиши и вот эта записка каракулями это ваша подбаду и напиши как можешь не обязательно писать буквами как взрослый тебе же три года но и напиши как трехлетка я же не прошу чтоб ты писал как взрослый человек то есть когда дети говорят что я не умею писать очень просто напиши как можешь то снижение планки требования это очень важно как мы не требуем от ребенка чтобы он сразу ходил с прямой спиной да не шар к этому и не заплетаясь ногами он сначала будет заплетаться сначала будет спотыкаться и падать точно так же мы не требуем от ребенка что он сразу писал красиво грамотно нет сначала вообще будут каракуля вот ну а справа увидите приглашение да то есть приглашаем родитель на праздник посвящен 8 марта для вас будем петь и танцевать но и так далее понятно что здесь тоже есть свои ошибки до ребенок не очень про грамотно пишет но это объявление в детском саду до обратите внимание это же нужен повод для этого то есть нужно дать детям возможность проявить себя и вот таким образом в том числе письменная речь что у нас происходит в процессе письменной речи во время письма письмо начинается как бы с двух таких моментов параллельных то есть это не только развитие моторики да то есть не только пальчики должны развиваться не только сенсомоторная координация координация между глазом и рукой ориентации пространстве и прочие вещи но должны развиваться интеллектуальные процессы и способность разделить слово на звуки это непростая история для ребенка для которого звучащее слово уже наполнено своим значением отделить звук от слова бывает очень сложно на выделить звук внутри слова и это интеллектуальный процесс такой анализ звуковой анализ ребенку важно запомнить буквы это тоже непростой процесс мы с вами говорили как сложно дети воспринимают форму как не очень быстро формируется это вот зрительное восприятие формы и способность глазами ориентироваться на этой форме да и как мы можем этому помочь мы об этом как раз поговорим следующий раз как можно проводить звуковой анализ как изучать буквы следующий этап связать буквы и словов звучащим буквы и звука звучащем слове и обозначить соответственно последовательность букв при этом можно совершенно не обязательно писать это рукой можно выкладывать из готовых букв если пока рука еще достаточно хорошо для этого работает но это уже будет запись интеллектуальная сторона письма уже будет работать а потом да когда и рука готова все это можно уже записывать да и вот тогда на письмо появляется где-то в четыре четыре с половиной года но в четыре с половиной уже такой запись рукой но она начиналась с рисуночного письма с каракульного длинного периода звукового анализа запоминания букв работы с готовыми буквами составление из них слов и только потом будет запись об этом мы с вами как раз и поговорим как это происходит как это можно сделать что для этого нужно какие упражнения какие материалы и как это можно сделать ну условиях не мантисори группы абсолютно ну вот здесь вы видите какие-то примеры о своей письменности которые есть мантисори среде но я еще раз повторюсь это можно делать и использовать подручные средства скажем так простые которые можно сделать самому вот составление слов из подвижного лафавита до ребенок составляет так как слышит но и чтение но тоже проходит ряд этапов есть начальное чтение когда мы читаем по буковке до каждую букву нужно озвучить услышать соединить с между собой все до услышать эту цепочку звуков и осмыслить какое слово получилось именно поэтому чтение намного сложнее письма потому что нужно понять что здесь написано не просто озвучить когда я пишу я сам знаю что я хочу написать а вот здесь понять значение это отдельная история мы здесь не будем долго останавливаться как ему потом это мы все сами разберем да как читать какие этапы чтения можно пройти что можно сделать опять же своими руками чтобы ребенок легко и просто снова этапа чтения переходил на другой но есть продвинутое чтение мы с вами уже не читаем по буквам мы читаем сразу словом мы выделяем смысла образующую часть немножко забегаем вперед улавливаем смысл текста у нас есть догадка но и по большому счету мы не произносим то что мы читаем слух мы читаем уже смысл до смысловой текст получаем и это продвинутое чтение для того чтобы на этот этап перейти тоже нужны свои материалы свои виды работы и составление новых слов из частей и сравнения разных частей речи да и согласованиях между собой все вот эти вещи тоже можно вполне делать они несложные вот и упражнение такие можно делать детьми устные упражнения важнее в данном случае упражнения письменные потому что они идут к чтению на чтение с пониманием на 5 это подробнее потом поговорим ну и что еще очень важно чем мы тоже с вами будем говорить отдельно то есть мало того что ребенок умеет читать вот понимает даже то что прочитано есть еще один аспект воспитания читателя с одной стороны это читательская грамотность когда я умею получать информацию из текста с другой стороны это желание читать да это человек читающий человек которым зажжен читательский драйв и здесь очень важно до обсуждать делиться впечатлениями образами умение напомнить текст каким-то своими впечатлениями своим опытом свободно путешествовать в тексте двигаться чувствовать язык и стиль до отличать одного писателя от другого да потому что у каждого есть своеобразие помимо того что есть смысл есть и какие-то литературные вещи которые тоже нам очень важны если мы хотим чтобы наши дети научились читать ну вот примерно такая история но и конечно во всем этом очень важна позиция взрослого который вдохновляет который создает ту самую атмосферу до ценности чтения красоты письменного текста который готов творить которым нравится учиться и который готов всем этим делиться вместе с ребенком который передает свои ценности детям то есть ценность чтения не возьмется ниоткуда если не было у ребенка рядом с ним в тех взрослых которых он видит и которых он ценит ну вот спасибо вам за внимание на сегодняшние лекции здесь есть контакты нашего института если кто-то захочет там что-то посмотреть или куда-то обратиться куда-то написать вот ну а я останавливаю презентацию и обращаюсь снова к комментариям которые есть на нашей страничке трансляции так насколько важно нашим детям вообще насколько нужно будет письмо ведь возможно не будут печатать на компьютере получать информацию по видео многие взрослые люди сейчас не читают вы знаете я соглашусь с вами да я тоже об этом думаю что может быть руками нашим детям не придется писать может быть мужчины скажем нашим детям еще придется да а вот через какое-то время люди перестанут может быть писать руками будут печатать на компьютере хотя все равно процесс перехода не очень быстрый но это все равно будет письменная речь на то есть очень многие вещи из того чем мы говорили они все равно будут востребованы да может быть не надо будет полиграфически выводить буквы но понадобится что-то другое расширять слова на звуки записывать их то есть получать информацию из виде мы все равно так не получаем как из письменной речи вот какие то моменты я сейчас говорил да то есть письменная речь это еще и не только информация это понятие это формулировки которые становятся очень важными и устная речь благодаря письменная приобретает совершенно другие характеристики не знаю как может быть действительно когда-нибудь вся информация будет через видео а может она вообще будет телепатической дать из какое-то время но пока вот на нынешнем этапе формирование письменной речи еще очень и очень значимо для человека способность делиться мыслями и чувствами информации не понимает другого человека она без внятной речи пока невозможно и письменная речь в этом на процессе имеет огромное значение мне кажется моей дочке сначала было каракульное письмо потом рисунки потом буквы печатать может быть может быть такой процесс рисуночный письмо чаще будет раньше чем каракульный но может быть и наоборот всяко бывает так ну все и больше комментариев нет и вопросов нет но хорошо коллеги если будут еще вопросы и комментарии потом под записью видео тоже не буду отвечать конечно же смотреть можно в записи можно приглашать своих коллег тех кто не присоединился сразу запись будет доступна запись будет свободно и наверное в комментариях мы напишем где можно записаться для того чтобы все таки вы были в списке участников и для того чтобы вам можно было в конце предложить тот самый тест за получение электронного сертификата участника да если если он вам нужен а так просто смотрите на здоровье сколько хотите спасибо всем спасибо всем кто был спасибо всем кто комментировал да я всегда рада ответом да всегда рада каким-то откликом и да конечно хорошо когда есть вопрос который заставляет задуматься поэтому спасибо и катя анастасия всем до следующей встречи теперь мы встречаемся с вами в четверг тоже в 13.00 вот